Я приветствую вас, дамы и господа! Сегодня мы снимаем последний ролик в уходящем году. И мне захотелось сделать его максимально интересным и ненавязчивым, чтобы вы могли включить его фоном, смотреть, заниматься своими делами. Возможно, вы будете его смотреть во время подготовки новогоднего стола, поэтому слушайте и запоминайте. Сегодня в ролике у нас участвует Лёха, который постоянно за кадром, это наш оператор, и Лиза, моя замечательная девушка. Что за ролик? Я решил дать сегодня на оценку. Мы, в принципе, троем сегодня будем оценивать бестселлеры в мире парфюмерии. Ароматы, которые просто гремят со всех видеороликов. Кто-то снимает про них тиктоки, кто-то снимает про них шортс, рилс. Возможно, я когда-то об этих ароматах высказывался, а может быть, я не высказывался, и сегодня вы услышите мое непредвзятое мнение, а также моих коллег. Ну что, добро пожаловать в мир благоухания. Хотел как-то по-другому сказать. Ай, ладно. Давайте начнем просто. Так, вот здесь будет какой-то переход зимний будет. Сейчас я его покажу. Надо сейчас, наверное, почувствовать уже. Первый аромат. А, свет, здесь у нас. Удыхай. Удыхаешь, Лиза. Я думаю, вы... А, ганимед. Ганимед. Это первый парфюм. Мне, честно говоря, уже задолбало смотреть ролики в ТикТоке с этим парфюмом. Давайте раз и навсегда выскажемся о нем, потому что, если не ошибаюсь, мы не снимали ролики на... Избыточная популярность, наверное, ему вредит точно так же, как и другим популярным ароматам по типу Бокары, Крида Авентуса. Бесчисленное количество клонов, бесчисленное количество встреч на улице. Такой бытовой рядовой аромат. Композиция интересная. Если бы его не так расфорсили, он был бы приятней. А так, ты его слышишь на каждом втором, хочется нос заткнуть, и люди его еще неправильно носят, так что... Мне кажется, что просто его популярность убила его уникальность. Вот эти вот паленки, разливы, распивы... Не распивы, разливы. Распивы, разливы. По итогу сделали из него хрен знает что, и людям это не нравится уже. Короче, просто надоело. Знаете, как будто мужчина в узких штанах, которые уже и так не модные, но он пытается в них влезть. Но на самом деле, как композиция, он действительно уникальный. Он интересно пахнет, он не всем зайдет, безусловно. Мне, кстати, он не то чтобы нравится, мне от него вообще, ну, так хреновенько становится. У меня было с ним там от любви до ненависти буквально два вдоха. То он мне нравится, то он мне не нравится. Но в конечном итоге покупатель голосует своими деньгами. Его покупают, его все хотят. Его хотят из-за его характеристик. Стойка, шлейф, просто убийственные. За уникальность ставлю 10 из 10. На данный момент, как парфюмерная композиция. И учитывая, сколько дифферамп ему поют в интернете, я, наверное, ему поставлю, ну, 4 что ли. Ну, просто, честно говоря, надоел. Просто надоел. Очень сильно душит общественном транспорте. Так что, ребята, думайте, что вы надеваете, когда ездите битком в автобусе на работу. И в каком количестве? Не забывайте шапки надевать. Кстати, здесь вот есть вероятность, что вы, может быть, сразу и не поймете, что это за аромат. Я его, ну, покажу, но мы его в любом случае еще будем подснимать. Так, Леха, вдыхай. Вдохнул? Тамфор? Наверное. Да. Тамфор табакованиль. Табакованиль. Тоже аромат, который вышел в каких-то лохматых годах, но почему-то до сих пор пользуется популярностью. Можно тогда я начну уже, раз уж не начал говорить. Опять же, с точки зрения табачных ароматов он задал целый тренд в направлении табачности. Мне он нравится, но я не скажу, что мне хочется его носить. Это парфюм для тех, у кого много денег и нету вкуса, хочется сказать. Нет, но не в обиду людям, у которых там действительно, скажем, на полке много ароматов, и Томфорд стоит как дань уважения. Ну, грубо говоря, как у нас он стоит, просто потому что это легендарный аромат. Я не скажу, что он какой-то плохой, он дорогой, он пахнет дорого, но просто мне его лично носить не хочется. Если мужчина или девушка хочет себе купить парфюм, типа, чтобы пахнуть дорого, это идеальный вариант. С точки зрения уникальности, ее, мне кажется, к сожалению, на данный момент уже почти нет. Я с тобой не согласна. Мне кажется, что у него композиция абсолютно не уникальная. Вот лично для меня. Просто... Я это и сказал. Сказал, что уникальный. Ладно, продолжаем. Ну, короче, мне кажется, он абсолютно избитый, не уникальный. Мне кажется, что за такие деньги можно найти что-нибудь реально качественное, крутое. Не знаю. Но с точки зрения качества он хороший. Ну, как аромат, он собран очень ладно. Другой вопрос, что композиция. Вот этот вот хайп, табака-ваниль, табака-ваниль, я вообще не понимаю вокруг него. Ну, для меня это вообще дефолтный какой-то аромат. Мне кажется, это аромат номер один по подделкам в разливухе, вот этот в торговых центрах, то, что продается. Если подойти, попросить у них какой-то аромат, у них там номер 429, табака-ваниль. Вау, просто. Наверное, стоит сказать, аромат мне не нравится, лично мне. Но, что хочу сказать, как сам бренд Tom Ford, им можно пшикаться на постоянку без вопросов. Ну, он просто такой бескомпромиссный аромат. Если вы из тех людей, кто покупается, ну, условно говоря, мы говорили, масляную парфюмерию или что-то очень дешевое, и рассматриваете покупку на последние деньги бренд Tom Ford, вы разочаруетесь в нем. Если вы богатый мужчина или женщина, бизнесмен, и хотите купить парфюм, который будет бескомпромиссно, хорошо пахнуть, и вам все равно на отзывы таких душнил, как мы, соответственно, вы можете его спокойно купить, и вы будете довольны. Да, с вероятностью 99% вы даже комплименты на него получите. Но в кругах людей, кто увлечен парфюмерией, вы получите... Вас, да. Цена-качество... Флаконы у Tom Ford отстойные. Мне кажется, вопрос цены-качества, это не Tom Ford. Это да. Композиция еще ладно, но флаконы это просто дичь, срань. Даже мне интересно, потому что это такая штучка, камень преткновения. Тоже, ну, хочется сказать, хитяра распива. Вот такой вот ароматец. Я знаете, как сделаю? Я вот так вот бахну вам. Чувствуете? Я ничего не вижу. Кирки какой-нибудь. Вот так вот под носом. Тихо. Это выхоро? Ну, носом не тыкайте лучше. А, космала! Есс! Космала! Ну, да. Ну, да. У-у-у-у. Здесь, конечно, хочется много чего сказать. Так, Томас Космала номер 4. Апрель Амур. Ну, давайте, да. О, вибрация пошла. Не, 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 не. Леха выключай вибрация. Так у меня он не вибрация назад. Я начну тогда. Ну, давай. Я этот аромат одно время носил чуть ли не на постоянке, чуть ли не на каждый день. Это было, наверное, год назад. Мне он безумно нравился, но буквально прошел год, и я даже зимой не хочу носить громкие ароматы. Мне даже не интересно носить ароматы, у которых стойкость больше 6 часов. Это, наверное, страшно слышать людям, которые обожают громкие и стойкие ароматы, но правда. Этот аромат заполняет пространство за секунду. Если вы его носите летом, лучше вообще летом его не носите, потому что чуть жира, это какой-то отрыв. У него настолько диффузность огромная, что хочется заплакать. Угу. Он прямо режет. Аж глаза-то, знаете, когда уксус наливаете, вот эта резкость уксусная прям сводит от нее. Не могу ничего. На данный момент стойкость. Вот, наверное, это как Монсераро Табака. Цена-качество 10 из 10. Технические характеристики. Если вам нравится аромат, бегите в магазин и покупайте. Он точно вас удивит и удовлетворит. И все, и все, 5-е, 10-е, 25-е, 18-е. Должен отметить, что качество флакона гораздо лучше, чем у Форда. Лиза? Я абсолютно солидарна с Алексеем. Ну вот он очень душен. Очень душит. Просто ужасно. Я тоже как-то его носила летом. Это была моя фатальная ошибка. Зимой ни разу не пробовала. Мне почему-то становится от него очень быстро плохо. Вот не знаю, какая-то нота. Наверное, мускус. Я его не переношу. По факту это мускус на мускус. Ой, не знаю. Когда кто-то душится, он реально очень сильно заполняет пространство. И становится просто невыносимо. А я хочу сказать, что это парфюм, наверное, в последнее время, который чаще всего встречается в городе, на девушках. Шлейф этого парфюма. Это не кирки, это не бакарай, это космала. У меня тоже с ним. Он сначала мне нравился, потом он мне перенравился. Его избыточная диффузность, его избыточные характеристики. С точки зрения цены это хорошо, потому что люди хотят получать стойкий парфюм. Люди хотят за свои деньги купить не просто парфюм, а, сука, стойкий парфюм. Это надо людям. Он этим требованиям отвечает. С точки зрения схожести с другими композициями, он похож на бакару. У них общие черты есть, но он чуть отличается от бакару. Я бы хотел сказать мужественный, в отличие от бакару. Да, может быть, он чуть более мужественный. Он пожестче такой, да. Он пожестче, он более сухой, хочется сказать. И соленый. Да, соленый такой. Интересно попробовать, когда вы еще вообще с ним не знакомы. Носить его сейчас, это жесть. Ну, честно, это не с точки зрения моего вот ценобизма, что, ну, это говно. Это не говно парфюм, это хороший парфюм. Но, лично я, как и Леха, я перестал любить такие композиции, потому что мне хочется чего-то уже, ой, тихой роскоши какой-то. Пенсионерского. Пенсионерского движа. Характеристикам ставлю десятку ему. Цена-качество, наверное, 9-10. Но, как вам, а то сейчас ему поставлю 2, наверное. Это лично двойка. Это лично двойка. Но, если вы будете... Если у вас есть запрос на стойкость парфюма, то... Да, его лучше попробуйте, ребята. Потому что это такая хитяра, которую, ну, мне кажется, должен знать каждый. А сейчас еще вышла версия Cosmala 4 Neon. Там вообще... Хитяра на хите и хитами погоняет. Вот такой замечательный флакончик. Ты когда подаешь, говори. Сейчас я подаю. Так, Леха, вдыхай. И не говори ничего. Вдохнул? Все, сиди, молчи. Элиза. Открываем глаза. Ну, конечно же, Тизиана Терензи Кирки. Блин, тут тоже такой спорный момент. Это... Хочется сказать. Городный парфюм. Это парфюм для тех, кто хочет, опять же, выделиться из толпы. Он приятно пахнет. Вот, с колпачка. Или там, с пульверизатора. Если его долго не вдыхать. То есть, если вот быстренько ты... Оп. Так, ничего. Так, фруктики такие пробежались. Сочные, спелые фруктики. Но, когда ты начинаешь его носить, мне становится лично тяжело. Опять же, я не говорю, что он говно парфюм. Это бестселлер. Это хитяра. Если бы он не был хитом, он бы не продавался. Характеристики... Ну, качество флакона, конечно, такое себе. Характеристики запредельные. Композиция, может быть, на выходе была интересной. Но сейчас это уже пережеванная жвачка, которую выплюнули, подобрали и заново начали жевать. А так, не знаю. Я даже не знаю, что ему... Какую оценку поставить? Ну, если для меня это вот... Есть еще Бакара. Можно? Не много Бакару. Я, наверное, сейчас страшную вещь скажу. Но вот если брать Кирки, Ксержов Арбапура, Томас Космал номер 4, на данный момент в крупных городах очень испорчены людьми. Да, репутация такого парфюма портится. Слышишь ты примерно одну кашу каждый день. Особенно, когда ты идешь в метро, наблюдаешь человека, который идет в метро и надел аромат вот такого характера. Ребята, если добрать этикет какой-то, наверное, это все-таки ароматы хоть маловыходные какие-то. Ну, я согласна. Надевайте их, когда праздник, чтобы вы ощущали и запоминали события. Подумайте над тем, какой образ собрать под этот аромат, а не бездумно надевайте его под футболку, майку и так далее. Вот, кстати, это, наверное, хорошая мысль. Каждый из этих парфюмов будет хорош по-своему, если под них подобрать хороший образ, ситуацию. То есть, они заиграют своими красками. Они не будут вот как беспросветная вот эта каша из грязи, глины и говна и снега, когда ты идешь по улице, чуякаешь ногами и думаешь, да, блядь, когда это закончится. Вот то же самое с этими парфюмами. То есть, когда на улице выпадает снег, это нравится всем. Это бывает редко, но метко. То же самое с этим парфюмом. Пусть он будет как первый снег. Редко, но метко. Какую муссль я хорошую выдал, да? Я не знаю, есть смысл мне вообще-то говорить сомнений. Ну, скажи, почему? Мне никогда не нравился этот парфюм. Для меня это 0 из 10. Он меня очень душит. Я, в принципе, это мое личное мнение, я не люблю мускус вообще ни в каком проявлении, кроме этой Джулиет Хазаган. Джулиет Хазаган, там другое. Это единственное исключение. Вот Леша правильно сказал, что надо подбирать все-таки парфюм под ситуацию, потому что сейчас из-за того, что это настолько избитая композиция, вот в метро, в автобусе, там, я не знаю, на работе, что ассоциацию у этого парфюма не очень приятная. Вот это вот, знаете, женщина, которая стоит на рынке, меха, шлепки, и вот у нее этот кирки. И продает арабские клоны. Да, и это не кирки, а вот это арабский клон, тестер кирки, хорошее качество. 65 миллиметров. Как бы нет. Закрылись? Да. Последний парфюм, вытяните свои руки. Я сделаю по пшикичу на них. Ой, нет. Не хочешь? Ладно. Все, может и запястье. Взнюхнуть. А, молекулы? Сейчас разотру все молекулы. Да? Да, активируй парфюм. Ух, я обыдю, это землистая морковная. Это обычно, это двойка, да? Это эсцентрик 02. Тоже парфюм, который до сих пор имеет огромную славу, огромные продажи. Как его оцените? Мне он очень нравился. Вот у меня у мамы был отливантик этой двоечки. Но я фанатела, я ему блевалась. Я просто, я не знала, для меня это был просто топ номер один. А потом как-то один раз я осенью нанесла этот парфюм на себя, поехала в метро, и я почему-то почувствовала, вот знаете, вот эта елочка в такси, такая противная. Я почему-то почувствовала на себе вот эту елочку сладкую, и после этого меня так отвернуло, и я больше вообще не могу выносить. Не знаю, для меня он все, закрыт раз навсегда. Не знаю, я бы сказал, что молекулы такие базовые ароматы, они стоят каких-то космических денег, но мне тяжело признать, что они этих денег стоят, потому что я бы не хотел за них столько платить. Но просто как база, да, но двойка чересчур популярна, чересчур. Тоже в метро, наверное, в общественном транспорте, номер один по встречаемому шлейфу. Из женского, кстати, вот топ парфюмов, которые чаще всего встречаются. Космала Кирки Майуэй и Сентрик 02. Вот эти парфюмы, это вот чаще всего на людях... И подкос на бокару. Да, и какие-нибудь закосы под бокару. Ну, наверное, мне лично просто не нравится именно аромат, аромат морковки и земли, землистой морковки. Кстати, у него есть интересная ассоциация, я сегодня увидел где-то запах старой бумаги. Ни бумаги, ни морковки, я там не чувствую вообще. Вот я четко не слышу морковку, которую достал из земли. Ну, да, землистую морковку. Для меня салон Рено Логан с елочкой вот этой вот. Ну, его тяжело, на самом деле, тоже оценить. Его не хочется критиковать, потому что он не такой, скажем, громогласный, что ли. Но тогда возникает вопрос, а за что я плачу? Объективности ради, наверное, на выходе, когда вышли ароматы, у них очень грамотная пиар-компания была. Ну, да. Которая сделала интересную историю насчет того, что вы не слышите эти ароматы с флакона или с глоттера, вы слышите только с руки. Типа уникальное раскрытие, хотя любой парфюм раскрывается уникально. Короче, красивая обертка, а внутри обычный грильяж. Наверное, ты просто, знаешь, классика, как будто вот. Ну, наверное, да. Если вы входите в мир парфюмерии, вне зависимости от того, там, люкс или ниша, вы можете этим парфюмом пользоваться. Наверное, из всего, что сегодня здесь есть, вот если расставить по местам, я бы, наверное, первое место отдал, наверное, все-таки, ганемену. Давайте, может, не расставим по местам, а чем бы вы лично пользовались из этих трех парфюмов? А, не из трех, из пяти. Из пяти, да. Давайте тогда итог. Молекуле, оценку, цена-качество. Вот вы пользовались, не пользовались. Ну, давай. Давай личное, может, тоже. Зачем нам оценки? Давай личное. Хорошо, чем бы я пользовался из всего, что здесь есть? Давай, вот я поднимаю молекулу, и я говорю лично. Пользовался ли бы я сам молекулой? Давайте, да, и вместе отвечаем. Нет. По ситуации. Я бы тоже по ситуации. Не знаю, я бы не рискнула, наверное, его еще раз наносить. Если бы не было ничего другого, то, может быть, и да. Кирки. Однозначно нет. Тоже нет. Не представляю, да, вообще Кирки. Космала. Да? Нет. Я бы, наверное, рискнул бы его еще раз поносить в какой-нибудь ситуации, но, скорее, нет. Тобака-ваниль. Один раз бы наносил. Определенно я его надену когда-нибудь еще раз. Я бы тоже надену, но это такая херня, хотите его поносить? Чисто попробовать, я ни разу не носил. Да, я его, кстати, очень редко носил. Мне, кстати, рассказали, что я пахну дедом в этом профиле. Крутость Форда в том, что 100% получишь. Ну да, но здесь, скорее, да. Ну и ганимед. Ну я бы, да. Мне кажется, да. Нет. Наверное, я поносил так называемую облегченную версию ганимеда. Это Буа Империал. Да, кстати. Ганимед я бы не... Ну, очень уж душный. Но, блин, и так в нас лень, что невозможно. Ну, если бы мне хотелось кого-то шокировать и удивить, хотя кого ты уже удивишь ганимедом, то, наверное, да. Ну, вот такой вот у нас ролик, ребят, получился. Это, как я и говорил, последний ролик в этом году, поэтому обязательно поставьте ему лайк, напишите комментарий, ваше мнение об этих парфюмах. Можете прям оценки им тоже расписать, там подставить, что вот молекула 10, ганимед 2, кирки 500. Вот, интересно будет почитать. Мы все читаем, не на все отвечаем, потому что очень много, ребята, комментариев о всех социальных сетях. Хочется поздравить вас всех с наступающим Новым Годом или уже с наступившим Новым Годом, в зависимости от того, когда вы смотрите этот ролик. Не забывайте подписываться на канал. Всего вам самого наилучшего и ароматных дней. До С Нового Года может поздравить людей. С Новым Годом! С Новым Годом! Все, поехали!